Новость, которую сегодня обсуждает весь мир, это ракетный удар США по Сирии. Без мандата ООН в 4 часа утра два эсминца из акватории Средиземного моря выпустили 59 крылатых ракет «Тамагавк» по авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс. Есть жертвы и среди военных, и среди мирных жителей. Сразу после удара, как будто его ждали, в регионе началось наступление ИГИЛ. Съемочная группа вестей, первая из журналистов, приехала на аэродром. Эксклюзивные кадры, снятые там нашими операторами Александром Пушиным и Юрием Марченко в репортаже нашего военкора Евгения Поддубного. В одном из ангаров все еще пожар. Периодически взрываются боеприпасы. Эксклюзивные кадры наши съемочные группы. Аэродром «Шайрат» после американского удара. Вот воронка, которая образовалась в результате попадания американской крылатой ракеты «Тамагавк». Разрушена часть рулежной дорожки, недалеко от взлетно-посадочной полосы. Военные США использовали 59 крылатых ракет морского базирования, чтобы уничтожить сирийский аэродром, который находится всего в 40 километрах от Хомса. Причем для Дамаска. Это не просто авиабаза. Базирующиеся здесь самолеты наносили удары по позициям боевиков так называемого «Исламского государства», которые действуют в провинции. Отсюда до Пальмиры совсем близко. Ежедневно летчики взлетали, чтобы ударить по боевикам ИГИЛ. Вот и получается, что Вашингтон своими действиями поддержал фанатиков псевдо-халифата. Вот результат попадания американской крылатой ракеты «Тамагавк». Видно, что боеприпас ударил ровно по центру крытого ангара. Боевики, кстати, не растерялись и воспользовались ударом ракетами по аэродрому. Недалеко от авиабазы организовали атаку на опорные пункты сирийских военных у трассы, которая соединяет Хомс и Древнюю Пальмиру. Безуспешно, но все-таки попытались осложнить положение группировки правительственных сил на этом направлении. Вообще, после официальных заявлений из Вашингтона, сразу после пуска крылатых ракет, казалось, что ключевой для сирийской армии здесь аэродром уничтожен практически полностью. Но вот что наша группа увидела сразу, на месте. Неповрежденные самолеты и боеприпасы в ангарах и на открытых площадках, важнейшие структуры управления на территории аэродрома целы. И главный объект базы не поразили американские ракеты. Вот наша съемочная группа проехала всю так называемую взлетку. Видно, что попаданий здесь нет, то есть взлетно-посадочная полоса цела. Вот как выглядел сам удар. Сирийское телевидение опубликовало видео очевидца. А вот что нашей группе рассказал офицер сирийской армии, который в момент удара находился на территории Шайрата. Больше всего пострадала юго-восточная часть аэродрома. В частности, несколько складов с боеприпасами. Были уничтожены несколько самолетов МиГ-23. Первая ракета попала в склад горючих смазочных материалов. Пожар был на площади более 70 квадратных метров. Чуть ли не сразу после взрывов бойцы сирийской армии потушили склады боеприпасов и топлива начали оперативно расчищать территорию аэродрома, чтобы летчики вновь смогли бить по боевикам так называемого «Исламского государства». Официальные данные – 7 человек в результате действий военных США погибли. Удар, который стоил американскому бюджету около 200 миллионов долларов, американскому президенту репутация не уничтожил, лишь повредил аэродром у Хомса. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ